Магнитогорск 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 Помощь оказана на месте амбулаторно. Сейчас на прямой связи из Магнитогорска. Корреспондент Анастасия Ишменева. Анастасия, здравствуйте. Как разворачивается, как происходит поисково-спасательная операция? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас весь район, где произошло этот взрыв, отцеплен. На сегодняшний момент известно, что около 6 утра произошел мощный взрыв. Орегулировочно взорвался газ на верхнем этажах одной квартиры по адресу правильный спектр Карла Масса, 164. По крайней мере, первые фотографии с места происшествия свидетельствуют об этом. На них видно, что частично разрушилось здание в районе 7-9 этажей. Как сообщают очевидцы, позже произошло обрушение со стороны двора всего подъезда. Осталось стоять только одна стена дома. Пока известно, пока неизвестно, сколько людей находится под завалами, но сообщается о том, что здесь проживали, здесь находится 48 квартир, которых, по информации, которую нам предоставили, проживает 110 человек. Сейчас известно о том, что 16 человек были эвакуированы из них, 6 человек были эвакуированы из-под завала, в том числе один ребенок. Эти люди были доставлены в медучреждение города, спасательная операция продолжается. Оцепленный район, очень много жителей, которые пришли не просто посмотреть соседних домов, но и жители этого дома, которые их не пускают к своим квартирам. Они не могут взять ни теплые вещи, не могут взять свои документы. Рядом организован штаб, куда отправляют жителей этого дома. Выдают теплое питье и, конечно же, одежду. Анастасия, у вас сейчас в Магнитогорске морозно, минус 20. Люди могут где-то погреться, где-то согреться? Как размещают людей? Да, сейчас у вас холодно, минус 20 градусов. Сотрудники МЧС, пожарные и сотрудники полиции сопровождают людей, которым необходима помощь. Штаб расположился рядом, в школе номер 14. Сюда же прибыли глава города. Должен подъехать губернатор Челябинской области Борис Дубровский и все другие представители. Здесь же людям оказывают первую медицинскую помощь, если она необходима. Им работают в потребности скорой помощи. Здесь же раздают теплую одежду, горячий чай. И все необходимое, что требуется людям. Анастасия, еще важный момент. В доме 622 квартиры, то есть даже по самым скромным подсчетам, это около тысячи человек. Остальных эвакуируют из дома, из крайних подъездов? Или же они остаются в этом доме? Как с остальными людьми? Эвакуируют не всех. Люди в основном стоят возле отцепленного дома. Ждут информацию всем, кому необходима помощь, всем, кому требуется помощь медика. Все оказывается либо на месте, либо в штабе, как я сказала, на базе школы номер 14 города Магнитогорска. И скажите, как организован подъезд тяжелой техники, подъезд спецслужб? Вы говорите, что район перекрыт, техника подъезжает без проблем? Техника подъезжает без проблем, потому что еще в 6 часов утра, буквально через полчаса после произошедшего всем Магнитогорском по телефону, были разосланы смс-сообщения от МЧС о том, что жители предупредили в этот район без надобности, если нет крайней необходимости, желательно не выезжать сегодня, потому что, чтобы не затруднять проезд всех машин, которые сюда подъезжают без проблем, это пожарные машины, скорые помощи и другие спецслужбы. Анастасия, вот нам сложно судить по карте, по крайней мере, мы видим, что этот дом находится в центре города. Что это за микрорайон? Что это за район? Карла Маркса, проспект Центральный, но он пересекает практически весь город, вот как мы видим, с севера на юг. Дом находится сам в центре или что это за микрорайон? Это центральный микрорайон, да, он стоит практически на перекрёшке, напротив него, через одно здание, буквально находится торговый центр, а по другую сторону, если говорить, справа, от него так, находится большой торговый центр, а рядом есть живые дома, они пятиэтажные, как мне сообщают, соседние дома при взрыве не пострадали. В данный момент я нахожусь в клубе, это детский клуб, здесь спортивные секции, находятся здесь, в зубе пить тёпла. Больше информации о разрушении в этом микрорайоне нам не сообщается. Может, вам удалось пообщаться с очевидцами? Что рассказывают они? Очевидцы говорят, что все, кто не находились в непосредственной близости, они говорят о том, что слышали громкий хлопок, а потом обрушение само, очень непонятный людям, конечно же, они впервые слышали такое. После того, как всё произошло, кто-то туда побежал непосредственно на помощь, этим людям говорят, что из-под завала были слышны голоса людей. Спасибо, Анастасия. На прямой связи со студией из Магнитогорска была корреспондент Анастасия Ишменева. Ну вот, срочные сообщения с Лентинформагентства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Магнитогорск группу криминалистов Центрального аппарата ведомства для помощи в раскрытии причин взрыва подъезда дома. Это срочные сообщения со ссылкой на Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин был немедленно проинформирован о взрыве газа в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба президента. Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в город. Также глава государства поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске. МЧС привело в готовность два самолета Ил-76 и два лайнера Сухой Суперджет с медицинскими модулями, чтобы доставить пострадавших в больницы как можно скорее. Самолеты должны вылететь в 9 утра из московского аэропорта Жуковский. Ведомстве отметили, что в готовность приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Челябинской области, Башкортостану, а также Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Пока, как сообщают в Минздраве Челябинской области, госпитализированы три человека, еще четверым помощь оказана амбулаторно. Также на медицинский осмотр отправили тех, кого удалось спасти из-под завалов жилого дома. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. Какая помощь будет оказана пострадавшим и семьям погибших, нашему каналу рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Организовано, на месте работает наш МЧС. Мы провели конференцию с министром ЧС Российской Федерации. Действительно подтверждаю, что ждем его здесь у себя в Моникогорске. Силы и средства достаточные, завалы разбираются. Люди, выведенные из соседних подъездов, организованы штаб в ближайшей школе. Работает медицина катастроф.